Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. И сегодня традиционно мы говорим о всех и проблемах, и хороших моментах ресторанного бизнеса. И я рада поприветствовать сегодня в нашей студии безумно талантливого человека, который не побоялся, рискнул, открыл свое детище, которое не имеет на данный момент аналогов на латвийском рынке. С большим удовольствием представляю Максим Цекот, владелец Макс Цекот Китчен, «Высокая кухня», которая, собственно, начинает набирать обороты в нашем городе, в нашей стране. Максим, добрый вечер. Добрый вечер, Валентин. Да, сегодня мы говорим не только об этом проекте, потому что хочется действительно раскрыть эту тему, но и в целом пообщаться про высокую кухню, как это направление у нас растет, как гости его принимают или не принимают в нашей стране. Ну и, собственно, мы, конечно, будем рады услышать ваши какие-то вопросы или комментарии, напоминаю, номера для связи со студией 6721-2939, 6721-3939 и номер для WhatsApp 230-6191. Максим, для тех людей, которые не знают, собственно, о вас много, расскажите, пожалуйста, так как-то вкратце про ваш опыт, с чего вы начинали и как пришли к открытию своего дела. Ну, опыт, он, как всегда, очень полезен в начале нашего пути, ну, в 98-м я закончил школу у нас в Риге и понял, что по той кулинарии, которую я видел или по той кулинарии, которую я хотел бы видеть, абсолютно было тяжело понять, чем я хочу заниматься, в каком направлении, буду я кондитером или двигаться в высокую кухню. В то время высокая кухня была только в одном ресторане, и так как мне повезло, мой отец привозил очень много книг, мы, я понимал, что за границей намного больше, скажем так, развита эта индустрия. Вот, и поэтому я поездил по миру, от Америки до почти полу Европы, работал в топ-ресторанах, в которых именно я хотел сам, и появилась одна очень замечательная книжка, где было написано «Выберите свой путь сами». И вот этот путь, и не очень люблю о нем рассказывать, потому что он до меня тысячу раз одно и то же, где учился, с кем работал, чем занимался. Я всегда говорю так, неважно, чем вы занимались и где вы учились, покажите мне, что вы можете делать сейчас, ну, по крайней мере, это то, что я говорю о своей команде. Знания, они, как всегда, базовые, вопрос, что вы можете с ними делать потом. Хорошо. Такой ответ очень, я бы сказала, с интригой, да, поэтому хочется вас еще услышать. А точно где, конкретно? Нет, 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 точно где конкретно, конечно, мы не будем сейчас мне на рабочем интервью, к счастью, перечислять, где мы работали, чем занимались. Понимаю, что стаж у вас большой, действительно, много чего вы уже повидали. Давайте тогда поговорим, собственно, про идею, да, вот как она зародилась, открыть свое, может быть, вы помните конкретный момент, когда вы проснулись и поняли, что все, вот я хочу свой ресторан, я хочу им управлять, я хочу набрать свою команду, то есть, вот как это было? Это было достаточно сложно, это не было так, что это был в какой-то момент, я решил, да, вот сейчас я это хочу. Это шло потихонечку к этому, да, я смотрел, так как я много путешествую, как любой шеф-повар, который смотрит, что происходит в мире и развивается этим, мне не было непонятно, почему у нас до сих пор нет ресторана, где будет действительно не то, что высокая кухня, но интересная кухня для обывателей, для международного класса, скажем так. И, конечно же, все мы начинали в каких-то ресторанах, работали на каких-то людей, которые было, может быть, больше возможностей и видения, но это всегда какие-то рамки. И для меня повар, который работает в рамках каких-то концептов и что-то не может делать, то он как бы убивает сам свою профессию, потому что художнику нельзя сказать, вот тебе три вида красок, рисуй только прямые линии и косые линии, и больше ничего. То же самое в нашей профессии. Если это можно какой-то период времени делать, там 6 года, месяцев, но для меня это всегда было очень скучно. Элементарно делать одно меню раз в полгода говорит о том, что разделите тот период времени, что вы проводите на кухне, что ваша жизнь, она уже остановилась. Хочется, чтобы она все время бурлила и что-то происходило. Ну, интересно. Но мы для этого делаем что мы там? Путешествуем, находим новых знакомств, а в профессии останавливаемся. Да, вот мы научились сделать там 30-40 блюд и вот теперь будем им заниматься. И так всегда, когда ты разговариваешь с поварами, ты говоришь, ну, какой дальше шаг? Все говорят, ну, открываем свой ресторан, делаем такой же хороший, будем приносить там деньги, мы будем заниматься. Но это неинтересно. Почему во всем мире лучшие рестораны именно владеют и руководят и строят для себя именно повара? Потому что ты делаешь, как ты видишь, у тебя нету никаких ограничений. Поэтому, мне кажется, в какой-то момент я просто пришел к этому, может быть, повзрослел, не уверен, но я понял, что надо что-то делать. Ну, и в течение пяти лет мы усиленно искали места, но было так, появилось место где-то на рынке, давайте посмотрим, выберем что-то, что нам интересно. Но для меня это всегда было такое, ты должен зайти и вдохновиться местом в эту же секунду. Если это просто предложение, тебе дают предложение, там, аренда, здесь можно сделать вот так, здесь такая ресторанная улица, давайте мы откроем именно тут ресторан, то мне было неинтересно. Вот я, кстати, извините, вас перебью, локация, она действительно, ну, необычная для ресторана, это задвинуло на улице Елговос, где много индустриальных помещений. Почему там? Вот вы действительно пришли, влюбились в место и увидели эту картинку, что здесь можно создать вот свое детище? Я смотрю вот на жизнь вообще людей и самого себя так, у вас все время и все равно есть какой-то план в жизни, да, вы приходите домой, у вас квадратный или прямоугольный бокс, который вы сделали красивым, и также в ресторане, вы приходите в ресторан, да, дизайнер изменил какое-то видение, но все равно это квадратный бокс. Ну да. И мне было всегда непонятно почему. Я понимаю, что все мы рисуем на А4, на листочке, он всегда одинакового размера, но мне всегда хотелось, вот даже в школе я когда рисовал или что-то делал, я всегда продолжал рисовать на парте, где-нибудь еще. Мне непонятно было, почему я должен нарисовать в этом кубике постоянном. Хотелось бы быть. За что, конечно, получал от учителей не поощрение, а сказали, давай, ну, учись делать, как все. Вот, и я не хотел, как все. И мне, я такой человек, что я, если я не вижу, я не хочу делать. Там, это не вопрос, там, денег, чем я буду заниматься, всего остального. Было очень интересно найти место, в которое ты придешь, и ты не сможешь за пять минут придумать концепт или придумать, что здесь будет ресторан. Вот так и произошло. Просто моя жена привела меня в фотостудию, где было не похоже ничего. То, что сейчас видят на мои гости, это уже прибрано. За зданием был громадный котлован, где вытащили оттуда большие канистры масла, потому что старое здание было, отапливалось маслом. Напротив прям продавали газ в баллонах, стояли большие фуры. Ну, конечно же, когда ты показываешь своим приближенным друзьям или поварам, говоришь, ребята, здесь будет ресторан, они говорят, почему? Все хорошо у вас, шеф, вы замечательно себя чувствуете. Ты говоришь, вы не видите, и начинаешь рассказывать. И когда ты начинаешь рассказывать, в моем случае, я всегда начинаю с фантазией подходить и как-то больше даже загораюсь. Но когда я пришел туда, два дня я не спал, я прям рисовал, мне было непонятно, что делать, это был фантастический объект, потому что, ну, таких помещений нету в центре, таких помещений нет на улице, здесь нету лимитов, есть еще продолжение, этих помещений, которые мы хотим дальше развивать. Но для меня элементарная лестница, которую я увидел в нашем ресторане, и когда мне сказали, что этому зданию 106 лет, я сказала, да, вот здесь должен быть ресторан. мы подчеркнем историю, которую все забыли, но переделаем ее так, как нужно. Ну и плюс, конечно же, международный опыт показывает, топ-лучшие рестораны не делают в новых зданиях ресторана, они ищут что-то интересное. с историей было. Да, и, конечно, трехмещеленские рестораны всегда, они же приводят, нужно приехать специально, прийти специально, подумать об этом, а так, ну, хорошо, но это будет просто на улице ресторанной, всем нашей известной, а что, почему я должен именно к вам зайти? потому что у вас вывеска красивее, или именитый шеф, или вы готовите как-то по-другому мой салат, который я ем каждый день, но мне было бы интересно. И, в принципе, китчен – это даже не ресторан, мы поэтому и назвали его китчен. Это наша визитная карточка и наше видение того, что мы делаем. Это ни в коем случае не место, где ты можешь просто забежать и покушать. Вот это вообще не об этом. Это прям нужно подготовиться, и нам нужно подготовиться к вам, поэтому резервация для нас всегда важна. Конечно, у нас есть экстра какой-то столик всегда для особых гостей, особый, в принципе, любой человек, кто к нам приходит, потому что если он нас нашел, то для нас особо. Мне кажется, это вообще очень крутой подход, политика, как хотите называть, видение, что действительно это должен быть сложный какой-то путь, что человек действительно он созрел для того, чтобы попробовать что-то более другого класса, другого уровня, и ему нужно для этого проделать путь и доехать до вас, собственно погрузиться совершенно в другую атмосферу, не ресторанную, которая будет больше действительно уникальной и неповторимой. Выбирая также стиль для внутренних своих стен, он, насколько я знаю, такой выдержанный, холодный, лофт, другими, если мы обобщим. Почему? Потому что здание, оно само, собственно, вас так вдохновило на то, чтобы поддержать внутри такую стилистику, или еще какие-то есть причины? Начнем, наверное, с того, что это холодный лофт, в то время, когда я только пришел туда, там был действительно холодный лофт, там не было ни воды, ничего, со всех дырок был ветер, сейчас это замечательно теплый, 3000 квадратных метров полностью залитый бетонным, мы его делаем теплым, но весь дизайн, который там есть, у нас была главная даже не задача, а мысль в том, чтобы не убить историю здания. Поэтому мы сначала узнали историю здания, мы подняли все, что возможно, очень мало, конечно, информации просто про технологическое какое-то здание, которое бы использовалось как склад или как завод по обработке дерева, и мы не хотели превращать это в идеальные стены, в супер, какой-нибудь фантастический дизайн, чем мы столкнулись, потому что мы обратились к многим дизайнерам в нашей прекрасной стране и нам начали рисовать или советовать, что здесь нужно там перегородки, делать вот это, там больше золота, больше металла, мы говорим, подождите, остановитесь, это, ну, вы убьете просто душу этого самого помещения. Уникальность. Да, и для меня первое, что я поймал, себя на мысли, это то, что там хорошо дышится и такое ощущение, что ты как бы на улице, но ты внутри. И была замечательная идея, не знаю, по какой причине моя жена сказала, что я хочу жить в лесу, я сказал, хорошо, а я хочу работать в лесу. Поэтому мы привезли туда живые сосны, и так как это в любом случае по истории подходило, что сосны обрабатывали, делали из этого фанеру, давайте сделаем действительно лес внутри. И это то, что вот нам помогло. Плюс мы, конечно же, подключили своего замечательного друга, который дизайнер, он живет в Лондоне, он эксперт по лофтам, он сказал, что, ребят, это потрясающее здание, давайте я просто вам помогу, чтобы вы не наделали глупости. Мы сказали, да мы только за, покажите нам, чтобы мы не надели глупости. Но я, конечно же, все равно внес большинство решений сам, но хотелось сделать так, чтобы там, мы делаем лампы из металла, которые мы нашли в этом же помещении. Мы обработали старую лестницу и принесли другую лестницу, которую с другого помещения перенесли, на ней просто лежали коробки, использовали как полки. Что для меня столетнюю лестницу использовать так прям преступление. Мы поняли, что мы не хотим перегородок, мы хотим сделать так, чтобы человек себя чувствовал как бы более воздушным. Ну и, как я говорю, вы живете в коробках, мы живем все в коробках, а как это изменить? Для меня поход в ресторан, вот вы идете в ресторан, это не должен быть дизайнерский ход, вы не идете в магазин-бутик, где там покупаете себе одежду и вас концентрируют на определенных продуктах. Должно быть так, чтобы ваша картинка поменялась. У нас у всех замечательный график, мы все бегаем, все носимся, все работаем, но где отдыхать? Отдыхать просто в соседней кафешке, попить кофе, это не отдых. Отдых должен быть, в моем понимании, не только, скажем так, спокойно посидеть, попить кофе, но он должен и зрительный быть отдых, чтобы вы попали в помещение, в которое никогда не встречаете в обиходе, в своей жизни. То есть сменить картинку, что называется? Полностью. Это же очищение. Вы же почему на море все ездим? Как только солнце, все у нас, Юра Малополная. Для того, чтобы насытиться другой картинкой, особенно люди, которые сидят в офисе, или люди, которые как-то ограничивают себя в походах куда-то. Парк замечательно, но хочется другую картинку. И это хорошее направление. И поэтому мы решили пойти именно вот так, что взять холодный лофт, переделать во что-то теплое, во что-то понятное. Но при этом, когда вы даже заходите в наш ресторан, на первый этаж, вы думаете, а где ресторан? Заходите наверх, много выходите, по лестницам 6 метров. Ну, я думаю, что мало кто себе может позволить на такую высоту подниматься по спиральной лестнице, где, в принципе, даже перила находится очень низко. Девушки, которые приходят на много блуках, всегда волнуются. За все эти полтора года, поверьте мне, все замечательно спускаются. Все-таки раньше инженеры были намного опытные, наверное, они сразу все продумали, раз это сделали в таком стиле. Нет, ну, вы так, на самом деле, вкусно рассказываете даже про интерьер, что, ну, я для радиослушателей скажу, лично не была, да, я слежу за вашими успехами, но я думаю, что нужно это исправить, потому что, раз даже история такая у самого здания, у того, какой был, как продумывались все шаги касаемо, да, того, что вокруг будет, я представляю, сколько вы усилий приложили для того, чтобы раскрыть еще и саму кухню, да, вот об этом тоже обязательно нам нужно поговорить, я думаю, что мы это сделаем после рекламной паузы, потому что не так много у нас, да, времени до перерыва, но вот за эти три минуты, как вы в целом сейчас оцениваете рынок влаты и вот рестораны, вы уже упомянули, да, что есть у нас отдельные там уже улицы, где все рестораны расположены, вы сами ходите туда? Я к еде в свое свободное время отношусь очень просто, да, для меня это просто какой-то бензин, чтобы я двигался, для меня это было интересно. Если я иду реально пробовать что-то, то для меня сейчас, как шеф-повара, интереснее быть в другом мире, в другой стране, поменять полностью картинку, потому что я в Риге живу уже достаточно долго и для меня это все одинаково, нету того, ради что меня вдохновляет, и прийти просто забежать вот на любую мою улицу и покушать, это да, это можно сделать, там приехать с детьми в семейный ресторан, поесть и уйти, да, но именно для того, чтобы не то, что даже развиваться, а вдохновляться тем человеком, который создал что-то другое, то я все-таки поеду за границу, потому что мне это более интересно, скажем, Скандинавия вообще растет так быстро, что мы не успеваем. Про местный рынок я не люблю говорить про местный рынок, потому что часто меня спрашивают гости, «А куда вы ходите? А чем вы питаетесь? А что вы готовите дома?» Я не задаю ему вопросом, чем я готовлюсь дома, я просто забиваю свой желудок и двигаюсь дальше. А есть определенные дни, когда я действительно занимаюсь кулинарией и начинаю пробовать другие продукты. Выбрать какой-то из ресторанов, так как я в этой индустрии, я никогда не буду, потому что для меня это есть какое-то воспитание, которое не позволяет мне оценивать какой-либо из ресторанов, тем более в своем же доме, потому что это наш дом. Рига и выбрать один ресторан, сказать, что вот здесь вам нужно ходить, у каждого человека, это его по-разному вырос, у него разный вкус, и даже если у меня, у меня вкус более тренирован, чем у обычного человека, я его специально тренирую, так же, как и мышцы тренирует спортсмен. И вы не можете подстраиваться под мой вкус, потому что что-то для меня может быть в самой простой забегаловке фантастически, а в файнданинге трагедия, а что-то и наоборот, потому что никогда не знаешь, кто тебя удивит, в каком моменте. Поэтому отметьте какие-то места, куда я хожу, вот где я нахожусь в районе, просто смотрю, что есть. Мне насчет того, что опыт позволяет, я захожу в помещение, и я понимаю, хочется мне тут кушать или нет. Некоторые места прям сразу говорят, нет, даже ты можешь не заходить, просто приезжать мимо. А некоторые места прям, ну, суперчистые, вылизанные, но ты не видишь там ничего, ради чего туда поехать. Ну да, бездушные, без какой-то собственной харизмы, без желания возвращаться. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу, поговорим непосредственно о высокой кухне и том, как вы подходите к выбору продуктов после рекламной паузы. Открытая кухня. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», и сегодня у меня в гостях Максим Цекот, шеф-повар и владелец Макс Цекот Китчен. Говорим сегодня об этом необычном проекте и, конечно же, в целом о развитии высокой кухни в Латвии. Если вы хотите с нами пообщаться тоже на эту тему, может быть, поделиться своим впечатлениями по ходу в рестораны, 6721-2939, 6721-3939, и если хотите что-то написать нам в WhatsApp, 230-6191. Ну, а мы с Максимом продолжаем. Мы поговорили уже про интерьер, про здание, про историческую часть. Давайте тогда перейдем к продуктам. Я знаю, что у вас своя философия, свое отношение к подбору того, что вы предлагаете гостям. У вас даже есть свои фермы, насколько я слышала. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Ну, не только, что у меня есть свои фермы, я не фермер, как бы, в этом понимании. Ну, мы рассматриваем, если мы говорим сейчас о высокой кухне, да, то вы понимаете, что в высокой кухне есть три главных канона, да, это качественный продукт, представить блюдо в лучшем его цвете и вкусе, и третье, это то, что это должен быть именно рецепт этого места, что не может быть копия чего-то, оно должно быть как-то переработано. Я столкнулся с такой простой дилеммой, да, в основном наши рестораны мы все покупаем в больших компаниях, так это удобно, привозят доставка, но качество продуктов не то, что я хочу, да, качество продуктов не того уровня и вкуса. Я должен своим гостям дать лучшее, что я могу найти. Как это сделать? В этом году, прошлым летом, мы сделали экспериментальный сад, на что нам сказали, ребята, вы растите продукты, в центре города, это супер, рядом с дорогой, там озеро, у вас это невкусно. И я съездил на странный рынок, вот знаете, все петрушки, укропчик, которые покупаются, там в основном зелененькое, с пецицидами, со всеми делами, там, который растет вдоль дорог, где ездят фуры, и мы все покупаем и говорим, ого, это супер-супер лауку продукт, мы будем, эко, да. Вы же не знаете, откуда он идет. Конечно. И как я могу гарантировать своим гостям, что я знаю, откуда этот продукт, когда я не вырастил его сам. Плюс мне очень важно, чтобы моя команда понимала, для меня шеф-повар, который не знает сезонов, и шеф-повар, который не знает, как растутся продукты, то ему надо реально на это обратить внимание, потому что иначе он просто будет звонить поставщикам, приводить ему пластмассовые вот эти вот продукты, когда он будет не знать, откуда они, они будут написаны на упаковке, все что угодно. И мы вот сделали экспериментальный сад, где с поварами посадили вот прям вот все, что от мексиканской кукурузы заканчивая сумасшедшими огурцами, 12 видов мяты, цветов, и мы просто смотрели, что можно есть, что нельзя есть. Конечно же, мы подняли кучу литературы, которая позволяет нам говорить, что, ребят, мы вас этим не отравим. Мы берем воду, допустим, от канала, который находится рядом с рестораном, проверили воду, сказали, ребят, вы можете использовать ее, там куча всяких полезных веществ, и начало расти все. Вот я думал, что ничего не вырастет. Ну как, ты не можешь просто кинуть зерна, и они начнут расти сами по себе. Нет, можешь, на самом деле, правильная почва, правильный уход, и есть вещи, которые невозможно купить. Невозможно принести вам цветок и сказать, вот из этого я сделал соус, потому что, если мне привезут цветок, он уже будет не того качества, он уже будет невкусный. Скажем, замечательный цветок, это бегония, росла на всех рядом школах, садиков, все остальное. Мы в этом летом сделали около 18 разных видов рецептов, именно только с одним цветком. С бегонией? Да. А их, оказывается, очень много сортов. И вот этот вот, и у каждого свой вкус. Мы все используем лимон, лайм, какие-то вещи, которые привозят там с других стран, но мы не используем тот продукт, которым мы выросли. И кислотность лучше, и фруктовость лучше, и этот продукт реально сезонный, и его вырастить можно даже зимой в горшках. И это был первый наш эксперимент, и мы решили, хорошо, давайте подумаем, что мы будем делать зимой. И вот сейчас мы построили, я построил теплицу прямо в ресторане. Это не теплица, как каждый может подумать, это маленькое сооружение, купленное в магазине из металла и пластика. Нет, это теплица 32 квадратных метра высотой 4,5 метра. Она сделана из дерева и стекла. В ней проведено, будет свой климат, и мы делаем вертикальную ферму, в которой мы можем гарантировать вам качество. Притом гость будет видеть этот продукт, никаких пенсицидов, всё натурально, никаких бактерий. Это тот проект, которым мы сейчас занимаемся. Потому что мы только начали им заниматься, узнавать про текстуру. То, что мы хотим растить всё вместе, невозможно, но любой микробиолог говорит, что, ребят, остановитесь, вы не можете растить ягоды, цветы и огурцы все вместе, но мы пытаемся сейчас найти какое-то решение для того, чтобы получить пока тот продукт, который нам очень нужен. И для меня, конечно же, работа с фермерами, это очень интересно, но с фермерами нужно дать конкретную задачу. Что я не смогу делать, не могу попросить их делать. Потому что они говорят, ну, сколько тебе посадить? Один гектар морковки, один гектар салата. Ты понимаешь, что в какой-то день у тебя будет 100 килограмм того, 100 килограмм того, мне так много не надо. И моя философия такая, что я не хочу использовать столько много продукта, чтобы он оставался или мы выкидывали. То есть должно быть все так, чтобы мы столько, сколько мы использовали, столько нам и нужно. Если у нас остались остатки, мы их не выбрасываем. Мы делаем свой компост для того, чтобы растения выращивались. Минимальный мусор, потому что все, что мы выбрасываем, это, ну, просто нечестно по отношению к самой даже природе. И поэтому я использую большинство продуктов, которые... Летом меню меняется там каждые 2-3 дня в зависимости от того, что мы соберем. А зимой мы акцентируемся на те продукты, которые сейчас в пике сезона или в то, что нам реально интересно готовить. Мы не готовим то, что нам самим неинтересно, потому что я не могу принести человеку блюда, смотреть ему в глаза, рассказывать ему про него, когда я в него не верю. Ну, таких блюд просто не бывает. Они не проходят, там, наш промежуток, когда мы решаем, что пойдет меню, что не пойдет меню. И поэтому для меня блюдо рождается от продукта. Если бы я мог выращивать еще потенциальный белок, выращивать рыбу, я бы делал бы. Но сейчас пока занялись только тем, что вырастает быстрее, скажем так. Так что сад, да, плантации пока у меня нету, но для этого нужно найти простой человек, который будет также верить в то, что мы делаем. А так, замечательно, все наши люди, кто выращивают продукты, они появляются на базарах, они иногда привозят мне какой-то продукт. Но это больше для экспериментов, так как мы все равно не можем использовать массово. Одна неделя, на следующей неделе другой сезон, особенно летом, он меняется очень быстро. Да, да, да. Что успели, то успели. Поэтому для нас это счастье. Это не грустная работа. У нас есть, кстати, вопросы от радиослушателя, нашего постоянного. Что означает высокая кухня? Если я правильно понимаю, то высшая кухня венец всему звезда Мишлен. А дальше что? Их количество? Простите за идиотский вопрос. Я не повар, просто мне интересно, поэтому его и задаю. И есть ли вообще в Риге рестораны со звездой Мишлен? Ох, этот Мишлен. Все мы его хотим, все мы хотим, чтобы он пришел, но на самом деле те люди, кто работал в Мишленских ресторанах и кто-то общался с теми поварами. Я часто езжу на специальные встречи, шеф-повар, где ты не всегда можешь пообщаться с ними, может быть, так, как ты хотел, но когда ей появляется шанс вырвать этих топов и пообщаться, поговорить, ну, ребят, что для вас Мишлен, большинство из них скажет, что это жуткая головная боль, жуткие растраты, и это даже хорошо, что у нас их нету, потому что это плохо для бизнеса, так как нету туризма, но очень нехорошо для шефов, потому что у нас нет рамок. Высокая кухня, вот то, что сейчас описали, задали вопрос, это вот, французы же придумали высокую кухню, вы же понимаете, что для них это важно, высокая кухня. Я больше приближенный к народу, мне хочется, для меня приготовление качественного омлета это тоже высокая кухня, потому что взяли качественное яйцо и с него что-то сделали. Мне кажется, что люди в этот момент начинают забывать, что всем кажется, что нужно что-то делать большего. Высокая кухня, это самое главное, это ингредиенты, как вы с ними работаете, вы даете ту технику, которая это делает в топе лучших. А Michelin, это просто гайд, который изначально придумал для того, чтобы вы могли сориентироваться в этом большом выборе и выбрать то, что вам интересно, чтобы вы не затрачивали. Самая большая проблема, я уверен, что у каждого человека где покушать и как покушать. Если Michelin помогает многим людям с этим, откинуть элементарные от закусочных некачественных до того, кто реально занимается кулинарией, то это только плюс. Почему у нас нет в Латвии Michelin? Ну, ребят, тут много-много, можно еще час говорить, почему их его нет. Потому что нет в Балтии даже, не только в Латвии. Я чем-то рад, что их нету, потому что это превращает шеф-поваров в загнанных людей, которые пытаются поймать эти звезды и забывают реально ради чего они это делают. Как самоцель становится. Да, и все, вот мне нужно, я буду, это звезды, это супер. Я работал в компании, где люди действительно хотели только Michelin и хотели, чтобы их признали. Признание Michelin это будет замечательно, если это будет в Балтии, но это не глобальная цель на самом деле. Если вы посмотрите на рынок международный, то некоторые люди даже может быть делают лучше, чем тот же Michelin, но просто они делают не по тем правилам, по которым проверяют Michelin рестораны. Поэтому акцентироваться на этом, ну это хорошо, но я рад, что у нас их нету. Но как только появится, значит будем как-то подстраиваться. А может быть они все поменяют. Сейчас они действительно меняют тенденцию, потому что скандинавы сейчас диктуют действительно рынок, и они показывают, что, ну ребят, не всегда должно быть именно так по французскому стилю. Да, ну конечно, высокая кухня, она в любом случае многогранна. Если вот мы раскрыли понятие высокой кухни с точки зрения подхода, выбора продуктов, приготовления, отличаются ли сотрудники высокой кухни от просто ресторана? Я верю, что да. Тогда расскажите, вот просто я уже какую передачу подряд поднимаю тему трудоустройства, так как сама этим занимаюсь ежедневно, насколько вам было сложно набрать себе команду, которые будут смотреть в одну, в одном и том же направлении с вами, да, которые будут действительно понимать, что продукты и приготовления это искусство, а не каждодневный конвейер. Вот об этом тоже очень хочется услышать. Начнем с простого, да. У нас проблема с нашими местными ребятами очень простая. Маленький кругозор. Чем больше у человека кругозор и чем больше он понимает и видит, что происходит в мире, тем легче его убедить в том, что мы делаем. Как только кругозор, он является только в нашем рынке, то человека не интересуют мотивационные какие-нибудь движения или объяснения, чем мы занимаемся на китчине. если человек не понимает, что происходит вообще в кулинарии в мире, то ему не место у меня. Ему будет просто неинтересно. Он будет думать, я сталкивался уже с выразительным, что Макс Цекетт решил просто себя пропиарить, одеть корону и сказать, все, файндайнинг в Латвии это у меня. Нет, это не моя цель. Моя цель была простая, развивать себя и развивать мою команду. Если вы почитаете книжки топа поваров, их биографию, там все то же самое. Я также сталкивался с тем, что я приходил людям, и мне задавали вопрос, а сколько я буду получать? А я не знал. Ну да, плюс-то вы только начинали. Я только начинал, да. Конечно, есть у нас правила государства, которые там сразу определяют, какую сумму должен получать какая-то ли профессия, но я всегда готов на эту тему поспорить, потому что у нас есть в Латвии рестораны, которые раздувают гигантский пузырь вот этих вот инвестиций, дорогих зарплат, но на самом деле наш персонал очень не готов к этому. Вообще не готов по отношению качества, восприятия кулинарии, и ради чего они пошли в эту профессию. Вы знаете, за последние, наверное, пять лет мне два человека ответили, ради чего они пошли в эту профессию. Все остальные не знают. Ну просто потому, что у нас хорошо получается. Просто я не знаю, чем я буду заниматься другим. мы, ребята, которые сейчас со мной работают, они жадные, жадные на готовку, они жадные на новые идеи. У меня тоже было, я начинал с одной команды, сейчас я поменял команду. Но просто иногда люди не дожидаются, не видят этого видения, не все сразу. Нельзя за один год получить все, что вы хотели. Это невозможно. Нужно пять, шесть, семь лет, не важно, сколько это займет время, но никогда не сдаваться. Персонал, который сейчас у нас есть в Латвии, у нас есть группа такая поваров, скажем, или официантов, которые вот сколько есть, только есть. Вот мы каждый из ресторанов пытаемся там выманить чем-то, чем-то мотивировать, всем остальным. Я не беру людей, которые ко мне сами не придут. Я как бы стараюсь найти людей, я просто рассказываю людям, что я, кого я ищу, и мне все равно, чем человек с ганимасом. У меня работает сейчас повар, который работал там 10 лет, устанавливал вышки, телефон, пришел, закончил поварскую школу, год, сказал, я хочу быть поваром. Я сказал, хорошо, будь. Что ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ну, научите меня. Я говорю, я не научу тебя. Я не учу своих ребят, свою команду готовить. Я даю им возможность развиваться самим, с моими корректировками, с моим видением этого места. я даю им продукты, мы привозим, я привожу продукты, полную машину, говорю, давайте думать. Я не даю им рецепты, я просто говорю, вы находите технологию, которую хотите попробовать, если я ее не готовил, будем сидеть, разбираться вместе. Поверьте, 95% того, что вы видите сейчас у меня в меню, это не просто вдохновение, это реальная работа. Каждую среду мы собираемся и каждую среду мы думаем, что мы будем делать. Но мы не просто сидим, рисуем, мы реально пробуем. И 95% мы просто, это невозможно есть, или там, это не получилось, как мы видели, или это просто. Нам самим не интересно. Конечно, я знаю 100 блюд, которые будут продаваться в моем ресторане, без проблем. Но это неинтересно будет для меня самого. Я создал такое место, где мне должно быть интересно самому. Если человек в такой же среде, вот мы все ездим на интернашип в другие рестораны, смотрим, а вот там, просто потому, что там две Мишлены звезды, вот здесь, вместо, рядом здесь. Мне за последние полтора года ни один местный повар не написал, сказал, что можно у вас постажироваться. Но при этом у меня есть 600 заявок со всего мира, чтобы просто посмотреть и попробовать, чем мы занимаемся. И задается вопрос. Колоссально просто разница. Я очень, я прям понимаю, о чем вы говорите. есть такая потрясающая возможность прийти, совершенно выйти из своих рамок, попробовать готовить иначе, посмотреть в конце концов иначе. Но нет, вот все упирается в то, о чем вы сказали, а сколько я за это получу, а не что я получу, как я разовьюсь в этой профессии, кем я стану после этого, да, как я подчерпну этих знаний. но большинство, к сожалению, людей, им вообще, здесь у нас развитие не надо. Поэтому то, что вы делаете, конечно, вы, скорее всего, многих бесите, раздражаете своим подходом. Ну, то есть, это логично. У каждого есть свое мнение, но когда я говорю, ребята, вы хотите придумать новое блюдо, вот, пожалуйста, сад, вы можете вырастить все, что вы хотите, и я дам вам любые ресурсы. Какое оборудование мне надо? У меня есть абсолютно все оборудование, что вам необходимо. А вот там нам нужно вот это, вот это, чтобы взять. Окей, давайте думать, надо ли нам это, или мы можем прийти другим способом. Я в любом случае буду заниматься этой профессией до остаток своих дней, да, и я считаю, что место, которое я создал, это, вот, чтобы мне в 18 или в 20 лет сказали бы, чувак, готовь все, что хочешь. Вот тебе профессиональная кухня, ты можешь прийти со своими продуктами, я даже, я тебе закажу продукты, придумай что-нибудь. Я был бы только счастлив. Конечно. Чтобы мне дали, когда я учился в Европе или работал в Европе, мне давали маленькую работу. И просто я делал зрение 360 градусов вокруг, и там учился, там один делает это, вот это делает другое, а почему я это не делаю? И мне было всегда интересно, дайте мне дайте еще больше и больше. А тут тебе все открыто. Книжки, садись учись. Чтобы наши повара говорят обычно, ну не, не, надо, да, задачу какую-то решить, там надо, чтобы мне семью кормить, все остальное. Всем надо семью кормить. Я просто, я думаю, это место не для всех, как не для всех сотрудников, которые, да, действительно им проще, да, пойти в среднестатистический ресторан, где готовы все рецептуры, где не нужно напрягаться, где не нужно что-то тестировать, там все уже готовенькое, да, в этом тоже нет, ну в целом, ничего плохого, просто ваше место не для всех. И вот я еще хотела задать вопрос про, на эту же тему, только уже не про работников, про гостей. Оно же и не для всех посетителей. Как вы относитесь к критике? Почему? Ну, потому что я думаю, что самая вот главная причина, это то, что вот на прошлой неделе я услышала от своей одной приятельницы, что она сидела там в компании еще других людей, сказали, блин, ну, уже по всем хорошим ресторанам походили, ну, уже надоел Токио сети, куда еще сходить? Понимаете? И это не один человек сказал, да, это большинство людей так считают. По отношениям к сети у меня вообще жуткая аллергия по поводу сетей, потому что это убивает нашу профессию 100%, супер бизнес, окей, этот. Когда я рассказывал людям, что я буду делать, все говорили одно и то же. Ты уверен, что люди поймут? Вот, я поэтому задаю вопрос, для всех ли это? А я вам скажу другое. И вы не устали, что вас обманывают, когда дают меню? Вам дают выбор. Выбор не тот, который вы хотите, а выбор, который вам просто впихивают. Вам дают три супа, пять салатов, стейки, бургеры, фонданты и все остальное. Неужели вы думаете, что вот мы готовы всегда есть одно и то же? Мы просто выбираем… Нет, вы выбираете самый легкий путь. А в моем ресторане мы вас не даем о меню. Мы вас спрашиваем два вопроса. Какие у вас аллергены и будете вы алкоголь или не будете алкоголь? И это отдых. Где тебе… Ты целый день решаешь вопросы, целый день спрашиваешь сам себя, так я должен решить это, я должен забрать детей, я должен поехать туда, в чем мне одеться, как мне покраситься, куда мне пойти отдохнуть. И потом ты идешь в ресторан и тебе опять дают, так, а что вы будете пить, а какое будете вино, какой будете коктейль? И вы сидите и думаете, а я еще за это плачу деньги, за то, что я должна принять решение за себя? Человек, по сути, может принять шесть решений в день. И мы решаем, это за вас. Доверитесь, то, что мы делаем. Мы тратим половину своей, даже 90% своей жизни, чтобы сделать качественный продукт. Есть люди, которые это не понимают, но мы не в праве их как-то говорить, а, ребята, вы ничего не понимаете, не приходите к нам. Я не могу, любой человек ко мне должен прийти, любой. Если он не просто воспринимает еду, как еду, а воспринимает еду, как искусство, тогда ему к нам. Если он воспринимает еду, как еду, промежутки где-то, забежать, а посмотреть, что такое Макс Текет Китчен, то вы просто потратите свое время. Я не говорю даже про деньги, просто потратите свое время. Когда вы идете в театр, вы же примерно все равно подготавливаетесь к этому. Это театр. Я не только продаю или показываю вам еду, я вам показываю другое восприятие и хочу, чтобы вы отдохнули у меня. Меня спрашивают, а сколько времени займет ваш ужин? Я говорю, да сколько вы хотите. Я не делаю две посадки, мне не интересно делать две посадки. Я хочу, чтобы вы пришли и просто отдохнули. В 7, в 8, в 9 вы придете. Замечательно. Мы вам покажем, что мы приготовили, а мы меняем меню каждые 12 дней, что вы можете приходить ко мне каждый месяц что-то получить новое. А вот это самый простой вопрос. А когда будет меняться меню? Все ждут, что я поменяю в раз в полгода. Это кухня, это по-другому. Я считаю, что хватит обманывать людей. Вы приходите, вам всовывают этот цезарь-салат, вам всовывают этот суп, вам всовывают этот десерт. Но неужели столько рецептов есть, мы неужели ограничиваем себя вот этим? Мне кажется, скоро в Латвии надо выпускать книжку. Цезарь-салат, тысяча сортов. Хлеб, сейчас все фанатеют хлеба, все начинают супер печь хлеб. В чем суть, в чем история? Файн Даник, самое главное, это его строят вокруг шефа. Шеф генератор идей, шеф делает дизайн, шеф делает все. Где в Латвии вы можете найти такого? Ну, я не могу называть места, где это будет просто не поликорректно по отношению к ребятам, которые тоже стараются. Но я сталкиваюсь с такими талантливыми ребятами, они не могут тебя проявить никак. А когда ты им даешь этот шанс, они просто не знают, что с этим делать. Они начинают думать так, как они работали. Поэтому, когда я открывал место, мне говорят, Максим, ну ты не будешь ходить. Вы знаете, ходят люди и возвращаются обратно, потому что я решаю две глобальные проблемы. Одна, вы должны отдохнуть и перестаете думать, вечером просто отдыхаете. И вторая, я пытаюсь вас каждый раз чем-то удивить. Если я вас удивил, для меня это лучший комплимент. Если я вас не удивил, я буду стараться, чтобы продолжать это дело дальше. Но не в том плане, что клиент всегда прав, и вот у меня некоторые гости говорят иногда, а почему у вас там, сделайте булабес, классический. Я говорю, вы знаете, ну это как, а сделайте прическу в 70-е годы, как было. Ну просто, ну потому что вот я так вижу. Ну неинтересно мне, я хочу развивать это. И я хочу… А самое интересное, вот я вам скажу, помните, был вопрос по поводу идеи? Да. Я был на конференции, и меня задал шеф, которого знают все в мире, один вопрос. Ради чего я должен приезжать в Латвию? Ради какого опыта по касающейся кулинарии? И я не смог ему ответить. И вот это, наверное, был один из вариантов, когда я действительно сказал, блин, ну хватит уже, хватит говорить, что у нас чего-то нет, возьми и сделай что-то сам. И вот я беру и делаю что-то сам. Я беру людей, которые у меня работают, люди, которые даже не связаны, там, девушка, которая встречает у нас гостей. Мы даже не можем ей сказать, она хостес. Она знает всю историю, она встречает гостей, она видит, кто они, что они, поднимает их наверх, рассказывает всё. У нас работают там ребята, которые, ну, фанатеют этим. И ты даёшь им возможность, и они рады этим. Вот ради чего нам это такие вещи. Мне кажется, самое главное различие, да, нам нужно уже подвести какой-то итог. Остается, к сожалению, очень мало времени до окончания нашей передачи, что когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, поскольку, повторюсь, я не была ещё у вас, я читала отзывы на разных платформах, и там действительно все люди писали, это не ресторан, да, спасибо, там, ходите туда ещё, или это заведение. Все говорили о впечатлении. Вот мне кажется, это самая главная разница, что вы дарите там впечатление, опыт, тот, который они не забудут, и за этим опытом хочется ещё возвращаться, да, потому что во всём, что вы сегодня рассказали, нет ограничений, как мне кажется. Конечно, для большинства наших радиослушателей какой-то абсолютный космос, да, но я думаю, что жизнь одна, и надо лететь в космос, чтобы что-то пробовать новое, действительно расширять эти границы. Вот. Ну, без этого никак. Спасибо вам, Максим, большое. Спасибо вам. Вот я прям очень рада, что вы пришли сегодня на передачу, что эфир получился совсем другим, да, сравнивая с другими нашими программами, и могу пожелать от себя только успехов, развития, чтобы не останавливался вот этот вот пыл внутренний, да, делать что-то другое и не быть, как все. Не, его он точно не закончится, поверьте мне. Да. В этом году особенная дата, поэтому мы хотим показать это, что мы не будем останавливаться, но я бы не занимался тем, что… Да я счастлив в том, что я сейчас делаю, потому что сейчас мы счастливый человек, это тот, который занимается тем, что он любит. Супер. Ну, на этой ноте нам нужно, к сожалению, заканчивать. Сегодня в нашей студии был Максим Цекот, владелец, шеф-повар, Макс Цекот-Китчен. Я Валерия Иванова и наш звукорежиссер Родион Золотарев. Мы встретимся в следующий понедельник «Открытая кухня». Спасибо, Максим. Спасибо вам.